Цены на ярмарки в два раза выше, чем на базаре. Зачем она ярмарка? Пенсионеры возмущены ценами на сельскохозяйственные ярмарки. По их словам, живя на юге в самый разгар лета, мы не можем позволить себе овощи и фрукты. Да и цена на мясо и мясные изделия выше, чем на базаре, уверяют горожане. Татьяна Одноплескова не раз говорила о таком положении дел местной власти. Однако результата никакого, сетуют пенсионеры. Я говорю, мы что, вы в городе вообще без власти остались? Что хотим, то и делаем. Кто-то цены должен контролировать? Хорошо, рыночные цены, но ты реально смотри. Зелень, мы на юге живем. В Астане я купила за 80 тенге вот такой пучок. Астана, север, столица, мы на юге. У нас все свое должно быть, мы же из-за границы не покупаем. Я считаю, что налоговикам надо подняться со своего места, пройти по базару. Вот заломила она 400 тенге, обложи ее налогом. Морковь, стабилизационный фонд, а какие сейчас продают? Стабилизационный фонд, это долгусный. А сейчас вообще работает или не работает? Стабилизационный фонд, прятаем временно. Сейчас на ярмарке я не видела, что... Нету, 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 я везде искала. Горожане, учитывая, что стабилизационный фонд не работает в летнее время, предлагают в этот период регулировать цены на още и фрукты областной администрации. В разгар лета килограмм яблок стоит 450, морковь – 120-130, лук – в пределах 80-110 тенге, помидоры – в среднем по 150. Карабулакский картофель можно купить по цене от 60 до 90 тенге. Павлодарская картошка дороже на 50 тенге. Крестьяне, в свою очередь, говорят, что цены поднимают перекупщики. Я живу в отделении коммунизма. В этом году посадил лук, болгарские перец и помидоры. Лето было жаркое. Легко ли ухаживать за растениями в 40-градусную жару? В болгарске продаю по 100, лук – по 80 тенге. Нам тоже нелегко. Горожане кто-то понимают, кто-то ругают, что цены высокие. Мы придерживаемся средней цены. Если бы продукции много было бы, цены бы упали в разы. Луком никто не хочет заниматься. Хлопот много. На ярмарке сельчан, продающих свою продукцию, можно определить сразу. Они торгуют по ценам на 15-20% ниже, чем на базаре. Между рядами действительно много перекупщиков. По словам горожан, они цены держат высокие. Да еще обвесят. Пенсионерам как жить? Как жить? Я знаю, депутаты наши хорошо живут. Они себе зарплату еще повысили. Они же о нас думают, правильно? Чтобы миллион зарплаты у них было. А нам на 45 тысяч как прожить? Как прожить? Это еще нет утопительного сезона. Мы еще не платим за газ, за свет, за все. Пенсионеры говорят, что если бы пенсию подняли с учетом повысившихся цен на продовольственные товары, такого возмущения сейчас не было. Шемкенцы предлагают депутатам, прежде чем устанавливать размер прожиточного минимума, учитывать без конца увеличивающиеся тарифы и реальные цены на товары из продовольственной корзины.